Здравствуйте, приветствую вас на канале про цветок. Сегодня мы поговорим о томатах, потому что время идет к весне, время летит быстро, не за горами уже весна, уже последний зимний месяц, февраль на улице, ну и необходимо задуматься о посеве томатов. Почему? Потому что сейчас же есть большой выбор семян, можно выбрать какие-то семена, ну и соответственно надо готовиться к посевной. Для того, чтобы не было разногласий, я из своего опыта просто скажу, что все высокоростые томаты, ну вы сами знаете высокоростые, то есть все с неограниченным ростом, в наших условиях Белоруссии я высеваю с 25 февраля по 1 марта. В этот срок эти томаты я высеваю. Благодаря этому мне удается получать от них хороший урожай. Конечно, кто-то мне возразит, что эти томаты могут перерасти, могут дать, ну будут плохо садить, но не забывайте, что у многих высокоростых томатов первая цветочная кисть закладывается после 10-13 листа. То есть пока Россия нарастет эти листья, только тогда оно заложит первую цветочную кисть. Ну а для того, чтобы вырасти, ему необходимо как минимум 70 дней, то есть больше двух месяцев, чтобы нарастить эту массу. После этого оно выдаст цветки и еще плоды могут 60 дней зреть. Вот и посчитайте, 70 дней рассада растет, плюс 60 дней зреют плоды, то есть первые плоды мы получим только через 130 дней, через четыре месяца. Ну соответственно, считывая назад, вы сами поймете, когда в вашей зоне необходимо высевать высокорослые томаты, которые так называются индетерминатные, то есть с неограниченным ростом. Конечно, кто-то высевает и более поздно, но результаты урожаю его, конечно, сильно не радуют, потому что томаты начинают только нарастать, набирать силу, появляются заморозки, появляется фитофтора, ну и результаты очень скромные, зрелых плодов вы собираете мало, все остальное уходится только на переработку, на скорую консервацию, потому что плоды, поврежденные фитофторой, уже не хранятся. Ну давайте будем по парадочку разбираться, где ваши ошибки, где что-то вы упускаете, для того чтобы томаты каждый год радовали вас урожаем. Ну, значит, самое первое, что необходимо принять, это со сроками сева, ну, об этом я вам уже рассказал. Далее, семена томатов можно подготовить к посадке. Если вы собираете свои семена, значит, тут есть два таких вопроса. Ну, вопрос первый, что семена можно откалибровать. Калибровать семена можно в обыкновенной воде или просто на пол литра воды добавить чайную ложку соли. Семена туда засыпали, помешали ложкой. Прошло 15 минут. То, что всплыло, мы сливаем, а то, что сила на дне, мы промываем в обязательном парадке, подсушиваем и после этого ведем дальнейшую обработку. После этого семена мы замачиваем в каких-то стимуляторах, микроэлементах, ну, все, что вы можете сделать. Ну, точно так же для обработки семян потом подойдет и микробиологические препараты. Та же семенная палочка, та же семенная палочка, триходерма. Это очень хорошее будет, если вы ваши семена заможете в этом растворе. Ну, для того, чтобы семена хорошо зашли и меньше болели, мы будем делать почвенную смесь. Почвенная смесь для томатов может быть как на основе верхового торфа, так и низинного торфа. Ну, землю брать я не советую. Почему я не советую брать землю? Потому что в земле содержится много патогенных микроорганизмов. Особенно много патогенных микроорганизмов содержится в самой питательной части земли, то есть в перегное. Поэтому сиенцы, если будем сиенцы только для получения сиенцев, земля должна быть толщая и бедно питательными веществами. В смысле, что там не надо вносить в перегной. Если вы будете вносить в перегной такие смеси почвенные для посева помидор, значит у вас будет и черная ножка, и корневые гнили, и никакие даже микробиологические препараты не смогут справиться с этой напастью. Ну, конечно, все эти болезнетворные начала боятся щелочной почвы. Поэтому в почву мы добавляем залу или доломитовую муку. Дальше, что как бы не всегда наши горожники делают, а это надо иметь постоянно под рукой, это суперфосфат. Почему суперфосфат? Потому что суперфосфат это одно из тех удобрений, которое очень активно усваивается растениями в начале прорастания семян. Позже он усваивается гораздо слабее, уже не так нужен растению. Если растение при прорастании семени будет иметь в почве доступ к фосфорным удобрениям, значит корневая система будет мощная, разветвленная и устойчивая к болезням. Узнаете об этом. Поэтому суперфосфат при любых пассивах обязательно добавляйте в почву грунты. Можно добавлять, конечно, и в родочки. Это как вам уже будет угодно. Ну в почвенной смесь как бы, что мы можем сделать? В почвенной смесь мы можем добавить перлит. Можно добавить перлит. Почему перлит добавляем? Ну в почвенной смеси на основе верхового торфа. Почему добавляем перлит? Потому что перлит в верховом торфе, он будет держать влагу. Субстрат не будет быстро пересыхать. Низинный торф, мы лучше добавим песок. Добавим песок, разрыхлим для того, чтобы вода не заставилась, наши семена просто не мокли в болоте. После этого сделали. Ну а дальше посев. Ну посев томатов, как бы тут проблем нет. Ну кто-то берет просто ящички, делает родочки, где-то через 5-7 сантиметров, и в эти родочки высевает семена. Расстояние между семенами 2 сантиметра. Через 2 сантиметра раскладываем семена. Ну я обычно родочков не делаю. Я беру по поверхности. В шахмурной парадке тоже самое через 2 сантиметра просто-напросто раскладываю семена. Разложил семена. И после этого засыпаю землей. А вот слой земли должен быть 1,5-2 сантиметра. Почему такой слой земли? Вот я рекомендую. Потому что если засыпется семена мельче, вы это увидели. Семена выходят, прорастают, но семенная вот эта оболочка остается на семенах. Семена как бы семидоли не раскрываются. Семена закрыты семенной оболочкой. Поэтому после этого получаются трудности в чем? Что эту семенную оболочку надо удалять вручную. Надо прискликнуть ваши растения, чтобы растение сбросило эту оболочку. И начало развиваться дальше. А все от глубины посева. Посеяли правильно на 1,5-2 сантиметра и эта оболочка самим образом упадет. Дальше, что необходимо помнить. Семена томатов. Мы хотим получить сходы быстро. Нет смысла нам держать их как бы, чтобы долго не всходили. Поэтому температуру поддерживаем для помидор 18-23 градуса. При такой температуре помидоры очень хорошо всходят. Зашли помидорки. Появились первые в нашей емкости росточки. Температуру будем снижать. Температуру мы снижаем. Но температура должна быть уже 15 градусов в днем и 10 градусов ночью. Как это делается практически? Происходило так. Посеяли семена. Накрыли. Не важно какая у вас там емкость. Накрыли пленочкой, чтобы она не покрывала. Вы можете поставить на батарею. Уже на четвертый день семена начали всходить. Все. Срочно семена забираем и ставим на подоконник. Поставим на подоконник, где больше света. Если у вас комната теневая, обязательно лампу дневного света вешаем над растениями. Подойдет настольная лампа. Есть специальная фитолампа. То есть выбор ламп очень большой. Эти растения ставим под лампу. Ставим под лампу. И что мы получается? Досвечиваем. Ну первые три дня можем досвечивать круглосуточно. Значит наша рассада не будет вытягиваться. Наши томаты будут все коренастенькие, все будут крепкие. Ну и они будут всходить еще где-то неделю. Они будут еще всходить у нас. Этого бояться не надо. Если мы томаты где-то будем держать на батарее. Прикрыли какой-то черной бумагой. Или нет света. Просто нет доступа света. Тут надо быть очень внимательным. Потому что буквально этот самый день пропустили. Про вороника грубо так сказать. Все. Ваши томаты рассада будет кривая. Кривая и некрасивая. Наклюнулись. Зашли первые осенцы. Все. Срочно томаты достаем к свету. И температура. Ниже температура. Значит прорастание идет конечно замедленнее. Но растения не вытягиваются. Ну после этого как прошла уже неделя. Томаты ваши адаптировались в таком прохладном климате. Вот после этого можно температуру опять повышать. Ставить более теплые места. Ваши томаты будут расти. Ну и вот самое главное. Что запоминайте. Еще это самое. Что все растения. Как бы это не только помидоры. Это к любым овощным культурам. В природе так заложено. Что до появления третьего настоящего листа. Растения не нуждаются в подкормках. Они живут за счет собственных резервов. Поэтому не увлекайтесь ничего. Не сыпьте под ваши помидоры. Не лейте. Потому что они не могут усвоить. Корневая система начинает развиваться. Только при появлении третьего настоящего листа. Появился третий настоящий лист. Корневая система быстро развивается. И она готова усваивать питательные вещества. А то что вы раньше хотите простимулировать. Увы. Растения к этому не готовы. И ваши удобрения любые. И подкормки оседают почвен. И это не говорит о том, что они принесут пользу. Потому что любое удобрение засаливает почву. Засаливает почву. Повышая концентрацию почвенного раствора. Концентрация почвенного раствора повышается. А для молодых растений это не всегда полезно. Потому что, сами представьте. Корешок молодой нежный опускается. А там соль. Солевой раствор. И он может обжигаться. Ну и соответственно растения развиваются. После наших трудов, как мы считаем праведных. Не лучше, а хуже. Так что поняли. Что необходимо для того, чтобы иметь хорошую расставу томатов. Повторимся. Правильно составленный почвовый рунт. Добавки фосфорных удобрений обязательно. Раскисление почвы. Потому что раскисление почвы. Способится тому, что меньше порождаются болезнями. Сортировка семян. Обработка семян. Посев на глубину 1,5-2 см. Выдерживание температурного режима до всходов 18-23 градуса. При появлении всходов 15 градусов днем. 10 градусов ночью. Ну и подкормки после появления третьего листа. Ну конечно, это все можно сделать, если у вас маленькие объемы. Ну как бы у нас есть многие фермеры, которые собирают свои семена помидор. Собирают свои семена помидор и они потом высевают. Так вот, если вы так замечали, семена помидор часто имеют шипики. Имеют шипики, которые цепляются друг за другом. Поэтому посевы получаются не очень качественные. Потому что семена цепляют, сцеплены друг с другом. Есть такая операция, которая называется шлифовка семян. Делается это очень просто. Берутся два листа наждачной бумаги и просто одно круговое движение наждачной бумаги. И семена находятся между ними. И ваши семена отшлифованы. Они цепляют эти волоски и они пригодны к посеву любой сеялкой. Так что для маленьких объемов, для больших объемов все эти советы, которые я дам, они очень актуальны. Применяйте и вы будете иметь хороший урожай томатов на зависть всем соседям. Семена различных томатов можно купить в магазине «Процветок» по улице Кирова, дом 3, в городе Нинске. Процветания вам! Продолжение следует...